Здравствуйте! Я Вартанян Геворг и моя супруга Гуар. Мы женаты 64 года, всегда жили в согласии, в любви, уважении. Мы работали в разведке 70 лет, были во многих странах мира, но сегодня мы вам расскажем давнее событие, которое случилось в 1943 году в Тегеране, когда была конференция Чельчера, Рузвельта и Сталина, и Гитлер хотел их уничтожить. Тегеране Шел четвертый год самой кровавой войны в истории человечества. Лидеры трех стран антигитлеровской коалиции, Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль договорились о встрече в столице Ирана, Тегеране. Эта встреча должна была стать поворотным пунктом Второй мировой войны. Узнав о Тегеранской конференции, Гитлер решил одним ударом обезглавить Советский Союз, США и Великобританию. Он отдал приказ о проведении операции по устранению Большой Тройки. Но в планы Гитлера вмешался совсем еще юноша Георг Вартанян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша семья в 1930 году эмигрировала из Советского Союза в Тегеран. Мой отец купил там кондитерскую фабрику и был преуспевающим коммерсантом. В дальнейшем я узнал, что он тесно связан с советской разведкой. Поэтому я иногда выполнял его задания, а в дальнейшем у меня тоже появилась мечта стать советским разведчиком. Деворг, иди сюда. Быстренько. Что? Слушай внимательно. Возьми этот пакет. Видишь? Отвези Абхаз. Он будет там же, где и всегда. Понял? А ты пистолет пока посторожи. Хорошо. Запомнил? Да. Садись. Хорошо запомнил? Да. Разложи их в той же последовательности. Время пошло. Попробую. И вот так. Правильно? Молодец. Геворг! Где Жора? Ну, Жоры нет. А где он? Бегает где-то. Ну, поставь конец. И назад. Угу. А где ельцем на гусь? Куда едешь? Людей не видишь, да? А? Иван Иванович. Разреши? Угу. Заходите. Иван Иванович. Разреши? Здравствуйте. Я хорошо знал твоего отца. Еще по Советскому Союзу. И вот однажды в 1940 году я встретился с знаменитым разведчиком Иван Ивановичем Агаянцем. Он был главным резидентом в Тегеране. Теперь тебя будут звать Амир. Ясно? Ясно. Собери друзей. Свою команду. Человек пять-шесть, не меньше. Работы у вас будет много. Работать будем против нацистов. Их сейчас в Иране около двадцати тысяч. Половина здесь, в Тегеране. Вот сволочи. Ты вообще заметил, сколько немцев понаехало? Угу. Первым бойцом моего отряда стал мой самый близкий друг Аганес. Он знал из книга «Тайнах разведки» и никогда не спрашивал, с кем я встречаюсь и от кого получаю задание. Ну, привет, Ашур. Вторым стал уличный драчун из обияка Ашур. Аша. Казанфар считал, что если не воткнет нож в цель 25 раз подряд, то жизнь прожита зря. Ножи он обожал, у него их была целая коллекция. Он мечтал стать премьер-министром Ирана и поглощал книги по истории как вода. Привет, Георгий. Здорово, Казанфар. Пятым стал Айкас. Он один мог обыграть в футбол целую команду. Отчеканил мяч как бог. Шестым стал чудо-юдо Сыракон. Он был уличным актером, мечтал писать пьесы и дорасти до Шекспира. Обманщица, умри. Дай эту ночь прожить. Отсрочь на сутки. Сопротивляться? Только полчаса. Нет, поздно, решено. Еще минуту, дай помолиться. Поздно чересчур. Поздно чересчур. А вот это яга. Гуар и все мои друзья были вновь завербованы на идейной основе. Они все любили свою родину и готовы были бороться против фашизма. Потому что все знали, что рано или поздно один из фронтов пройдет через Иран. И никто из нас никогда даже не задумался о том, чтобы получать какое-либо вознаграждение от нашей разведки. Игра началась. Нам это казалось так, как игра. Но на самом деле это была игра с грозным и настоящим противником. Здесь немецкие агенты. Они в городе. Ищите их. Ищите тех иранцев, с которыми они встречаются. Это очень серьезно. Разведке будете учиться на ходу. В городе должны знать каждый закоулок. Хорошо. Пока ездите, следите друг за другом. Учитесь слежке. Девушка! Что? Это вам. А что мне с ним делать? А что хотите, то и делайте. Ганесс, дорогой, держи его! Аганесс! Чего тебе? Ну, чего ты сюда пришла? Ты когда домой? Не знаю. Отстань. Это твоя сестра? Ребята, попробуйте маминых пирожков. Очень вкусные. Давай, и мне, мне побольше пройдёте. Не дайте мне больше. Вы ведь Геворг? Да. Попробуйте. Да, Геворг, Геворг. Наш большой командир, а мы его легкое кавалерия. Спасибо. Как интересно. Я тоже хочу кавалерия. Я ужасно легкая. Хорошо. Деятельность немецкой агентуры в Иране в последние месяцы резко активизировалась. Мы полагаем, что это связано с подготовкой нападения Германии на Советский Союз. Но у нас же с Германией пакт, а не нападение. Для Гитлера договор ничего не значит. Деятельность германской агентуры в Иране в последний год резко активизировалась. Я полагаю, что это связано с подготовкой нападения Германии на Советский Союз. Но у нас же с Германией пакт, а не нападение. Для Гитлера договора ничего не значит. Айка, заспокойся. Немецкая разведка использует для прикрытия легальные учреждения. В основном это торговые и промышленные представительства. В Тегеране под видом транспортно-экспедиторских контор создаются шпионские центры. На военных предприятиях Ирана немецкие специалисты. В иранской жандармерии и полиции немецкие инструкторы. Обязательно займись со своей группой психологической и физической подготовкой. Физическая это понятно. А психологическая это как? Сообразишь. Нам нужно научиться смеяться. А зачем нам вообще? Как зачем? А если нас поймают? Ну, должны прикинуться идиотами. Ну, давай попробуем. Это нож. И он должен стать вашим лучшим другом, куда бы вы ни пошли. Потому что он вас защитит от любой опасности. Чем больше вы даете ему внимания и любви, как брату, тем больше он вас будет защищать. Жрожа, Ашур, тяжело. Говорю, бросай курить, задохнешься. Чтобы придать ему больше силы, вы должны его лизнуть. Вот так вот. Давайте. А это обязательно? Я люблю это делать. Если не хочешь, не делай. Знаешь улицу, которая ведет к кварталу Каниабад? Знаю. В конце улицы есть полуразрушенный дом. С торца уцелевшей стены на высоте метр тридцать найдешь камень. Внутри тайник. Там записка для тебя. Она зашифрована. Вот ключ. Внимательно изучи. Если болит живот, знай. И уничтожь. Пищу нужно пережевывать. Мыть руки перед едой, а ноги на ночь. Зачем плакать? Ну, предположим, поймали тебя. А ты плачешь на допросе. Строишь из себя слабака, чтобы они поверили. Ну, а заплакать можешь? Внимательно смотрим на цель. Не дышать. Давайте, ребята, жиромнее. Ты можешь руку прямо держать? Да ты сам не говори. Ну, и что ж-то мы не умеем плакать. Зато умеем смеяться. Наступление немецких армий на Москву успешно развивалось. Тогда многие в мире считали, что поражение Советского Союза близко и очередной триумф нацистской Германии неизбежен. Давление немцев на Иран продолжало усиливаться. Для СССР возникла новая угроза войны не только на два фронта, с Германией и Японией, но и с юга, со стороны Ирана. Это вам от папы. Спасибо. Это будет от меня. Ах, это Паркер. Спасибо. Этот человек, чудо-маш, месяца назад прибыл в Тегеран. Нам известно, что он немецкий разведчик. Не мелкий. Таких по мелочи за тысячу километров посылать не будут. Мы ему дали кличку. Фармацевт. Он гуляет по городу. Ничего не делает. Ни с кем не знакомится. Ни с кем не встречается. Никаких контактов. В общем, ничего. Твоя задача. Кровь из нысов. Разгадать эту загадку. Но ни в коем случае не спугнуть. Рассыпь апельсин и попробуй познакомиться с ним. Попробуем. Сколько просишь? А полженого стоит платок. Дорого? Да. Понятно. Отдай вот этот за один реал. И вот за него он хочет, дворяло. Очень красиво. Ну так что, отдашь за пол цены? Ой. Давайте. Вот. Вот, возьмите. Спасибо вам большое. Возьмите. Какая я неловкая. У меня сегодня ужасный день. Ладно, держи. Брать не буду. Ну, как хочешь. Пошел хороший. Где вы живете? Около мечети. Давайте я вас провожу. Только представьте себе, за какую-то тряпку дворяло. Ну, что он там? Сидит один, как перст. Как перст, говоришь? Ладно, мне нужно отъехать на двадцать минут. Давай, ну не задерживайся. М-м-м. Асса. 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 Можно к вам? Конечно. Шахматы? Как видите. Что, сыграем? Я остался тут один, друг уехал. Сыграем, но только другую партию. Ваш друг проигрывает это. Ладно. М-м-м. М-м-м. Субтитры делал DimaTorzok Нет, раньше, кажется, в центре Возможно На днях я был в центре, в книжном Ну, по рынку гулял, на площади Вы книголюб? О, хуже, книгает А вот интересно, шахматы придуманы так, что король – самая главная фигура, а на доске – самая беспомощная В жизни ведь не так Гитлера беспомощным не назовёшь, за три месяца всю Европу опрокинул Его только Сталин остановить может Сталину скоро конец Люди говорят, что летом, к началу лета, Германия ударит по России И месяцы за три всё кончено будет Не верю Россия – это не Европа Гитлер что же? Дурак? Как раз очень умный Большевиков все ненавидят И американцы, и англичане Они сразу с Германией против Сталина объединятся Пока есть Россия Покоя не будет Я закрылся Давай поехали, нам в ресторан возвращаться надо, там Ашур фармацевта пасёт Ну, садись на раму А мама раму мыла? Я её сам протирал Чистая Правда? Возьми, это тебе Какая дорогая Я там гравировку ещё сделал Спасибо Спасибо Что случилось? Он меня не узнал Когда я услышал от Гуар, что фармацевт не узнал её У меня мелькнула мысль, что это два разных человека С опытным разведчиком такого не бывает И тогда мы решили понаблюдать за окнами его дома Георг! Давай! Давай! Хотя это было очень рискованно Ну, что новенького? Пока ничего Так, лампочка нам не нужна Ну что, Айкас, давай, придумывай историю Длинную Георг, сегодня твоя очередь рассказывать Жили-были старик со старухой И не было у них ни детей, ни внуков А была только одна курочка Пяба И снесла однажды эта курочка яичко Да не простое, а золотое Яичко упало И... ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...